Это Прима Кафе и мы сейчас вам расскажем по многим просьбам, как приготовить дома карпучино, взбитую пенку, такую, как в кофейниках, ресторанах. Для этого нам понадобится, как это называется, Тоня? Молочник. Молочник и вот этот сэндспресс. Сэндспресс. Сюда я уже налила водичку, потому мы такие думаем, давайте снимем. Ну давай. Что нам нужно сделать? Поставить микроволновку или там подогреть молоко, как вам удобно. Мы ставим микроволновку на секунда 30. Так, аккуратненько, потому что у нас размер прям подходит. Включаем 30 секунд. Пока мы ждем, включаем кофемашину. Или же перед этим мы заготовлены на турочке. Тоже это видео покажем вам. Вот такой у нас классный кофе получается из турки. Такие крема вкусные. Прям ням-ням-ням-ням. Он уже постоял тогда? Ну да, потому что мы пока тут подготовимся. Я надела сырную футболочку для вас. Ну и конечно же кофе. А я бы хотела латто, не капутино. Латто? Да. Усложнило вопрос, но я его решу. Так. Там есть такая красненькая. У нас есть и красненькая, и беленький молочник. Возьмем беленький. Хорошо. Нужна нам для этого капсула кофе. Выбираем самый вкусный. Покажи какой. Это у нас... Ой, это мой любимый. Да. Это у нас Nordic Black. Nordic Black. А тем временем наше молоко попадет? Да, попадет. Позвязываем на лавочку. Достаем я. Лавочку. И очень просто, пока оно теплое, начинаем его взбивать. Придерживаем, чтобы не вылетело, куда-то не убежало. Увеличится в два раза, как минимум в три. Уже видно, что оно больше стало. Пеночка такая, реально очень крутая, как в хороших бариста. Так... О, выросло. Чуть-чуть еще. А давай тебе украсим красиво карамелькой. Давай. Я надеюсь, что ты любишь карамельку, потому что я очень люблю. Я тоже люблю. Судя с утра для утреннего Аллаты. Сладенький чтобы был, да? Угу. Мы снимаем капучино. Точнее сейчас будет латте, если правильно. Почему он тут не выходит? Забивается наверное, как не кстати. Потому что мы правда дома редко пьем со взбившим молочком, чаще эспрессо. Я как-то привыклю к эспрессо. Даже в кофейне как-то больше эспрессо. Можно больше его выпить. Я думаю, потому что не больше выпить, а потому что мало времени у нас. В таком режиме, как мы вообще живем, так нам не хватает. Благо карантин помог нам. Надо отдохнуть, просто взять. О, пошла жара. Мучилась, стояла, терпела. Вот у меня от души так карамели. Я вытаскиваю эту штучку. Сколько его? Его было реально где-то. Вот столько. Какая густая пенка. Перемешаю, когда положено. Но даже нету пузырьков, да? Нету, нету. Такое глянцевое пену. Ну, перемешиваю, потому что все равно отслаивается молоко. Каким бы способом это не забывалось, оно все равно должно отслаиваться. Ух ты-ка. Класс. Просто-просто класс. Шипит. И вливаю. И вливаю. Мелко-мелко. Да, и крема все у меня были. Смотри, класс. Вкусно. Хочешь трубочку? Нет, я хочу так. Хорошо. Ну, и в бою, и на остальные кофе. То, что планировалось. Не обещаю. Сегодня я встава не стой ноги. Но просто налить пенки могу. Ой, как красиво. Теперь я хочу капучино. Ну, мне не жалко. Таня, скажи, сколько должно быть сантиметров пенки в капучино? Примерно пальчик. Реально. Сантиметрик-полтора. А у нас прям вот такое густое, как латте по пенке. Это шикарно. Надо пить, потому что пенка уже этот... Посмотри, вот почему-то в этом отслоилась. Отслоилась, а здесь стоит. А здесь стоит так. Наверное, карамель повлиял. Потому что... Знаете, как вот эту корицу досыпешь, и уже начинает осыпаться. В этом случае может быть тоже. И карамель как бы растала. Вот. Вот поэтому она осыпалась. Так что, если хотите с пенкой, не делайте с карамелькой. А ты-ка я досыплю сюда корицу. Давай. Корицу. Вообще, кто любит с корицей, есть еще один у нас способ приготовления в турочке с карамелью, корицей и другими пряностями. Мы заснимем и покажем. И мне тоже корицу. А тебе куда? Ну... Капучино хочешь? Да нет, давай уже в латте. Или хочешь? Куда? Капучино. Я доедала. Гостем отдадим твой латте. Тоже корица. Все любят корицу. Ну, у нас все любят корицу. Хотя я вообще в кофей никогда не пью. Я всегда. И с ванильным сахаром. Мне так не нравится. Не знаю почему, но я люблю чистый эспрессо, чтобы выпил, заподлился за секундочку. Я выпиваю эспрессо реально 3 минуты максимум, потому что у нас людей много и приходится быстро. Ну, это хорошо. Это хорошо. Да. Иногда такой, приготовила себе, сейчас вот выпьешь. Только отвернулся, тебя отвлекли, ты что-то уже приготовил всем, не знаю, 4 капучино, 5 латте, эспрессо, американо. Смотришь на свой кофе, он уже холодный и так грустно становится. Приготавливаешь его. Ну, Карабача, сегодня у нас пока еще не заговорилась. Есть горячий кофе и выпьем его. Ура! С добрым утром. Пенка просто шикарная. Пробовали? Угу. Если не пробовали, попробуйте. Такой способ приготовления. Он реально классный. Самый простой. По-моему тут нужно так стараться и тренироваться, как быть реально эмбариста, где-то в каких-то супер акционных там утих. И короче, это Прима Кафе. Переходите к нам на сайтик, у нас есть много видео. И оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.